Всех диктаторов отличает типичная шизофрения. В чем она проявляется? Мания величия и мания преследования. Ну, мания величия, это понятно, что они считают, что у них это мессианская миссия. А мания преследования, это то, что они видят врагов за каждым углом. Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белопрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Это у Сталина было, вот все шпионы. Паранойек, в общем. Да, паранойя, типичная паранойя. И тут, значит, все в происке госдепа. Что у Лукашенко, что у Путина, они видят в происке госдепа. Новое правительство. Его создали уже за рубежом. Целых два. Не могут разобраться, кто приедет к нами. Руководить. Он фактически обезумел. Ждать действий рационального характера от обезумевшего человека невозможно, к сожалению. Загубите не Лукашенко. Загубите первого президента. Это будет начало вашего конца. Все его выступления лживые, неадекватные. И он должен задуматься над тем, что он сказал, и понести за это ответственность. Это тот же самый сценарий, который сейчас происходит в России. Это насильственные захваты и удержание власти. Это с точки зрения уголовного права, что в России, что в Беларуси. Это уголовное преступление. И я надеюсь, что и президент Беларуси, и президент России за это будут отвечать перед судом. Главная цель у Лукашенко удержаться власти. И то, что мы видели, это спецоперация по удержанию власти. Кажется, на этот раз все будет длиться ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы правитель ушел. Я не вижу страха на лицах людей. Свобода сильнее страха в настоящий момент. Если увидите, как объединились наши люди. На самом деле, такого никогда не было в нашей истории. Все уже настолько устали, настолько устали бояться, что, мне кажется, в этот раз все будет хорошо, и мы сможем построить свободную Беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok